Микрорайон Кислотная дача, 8 утра. Остановочный комплекс с говорящим названием быстро заполняется людьми. Спальный район активно застраивается, соответственно численность проживающих здесь с каждым годом увеличивается. А вот проблемы с транспортной доступностью как были, так и остаются. До центра города отсюда можно доехать на одном автобусе, 77-м. Конечная остановка у него Левшина в часы пик, от нее до кислотных дач, 77-й, как правило, подходит переполненным. Много очень урок, даже не залезти порой в автобус. Люди едут на работу, начиная с полседьмого до десяти, как минимум, сложно уехать, потому что всем на работу надо ведь. Не останавливается? Да, если переполнен, просто там проезжают по той дороге все. С Чапаевского я сама. Иногда автобус на третий только сможешь сесть. К работе 77-го маршрута претензий нет. Транспорт исправно, как часы, соответственно расписанию электронного табло подходит к остановке. Но ситуацию это не спасает, особенно в часы пик. Я не знаю, как бы часы пик, они всегда полные. Тут есть автобусы, как бы вывозят кислотные дачи. У нас и так 4 минуты разрыв. Жители микрорайона считают, что несмотря на короткий интервал между автобусами, количество транспорта на маршруте не хватает. Часы пик на кислотных дачах, как и везде по городу. Раннее утро и после пяти вечера. В 8 утра вообще невозможно в автобус залезть. То есть в третий автобус может быть. В 9-м часу лучше не ездить. Где-то в 9, наверное. Или в 10-м часу. Вот сейчас в данный момент очень много народу ездит. Это утром обычно. И в 6-5, когда все с работы едут. Для регулирования ситуации для кислотных дач был разработан специальный маршрут. 78-й. Следующий до площади Восстания. Но для многих местных жителей он неудобен. Большинство добирается до центральной части Перми. А после 77-го маршрута нужна дополнительная пересадка. А значит и дополнительные расходы на проезд. Продолжение следует...